Музыка Невзирая на различные, может, реформы или проблемы со стороны Министерства и Государства, все же мы успешно довольно справлялись с теми проблемами, да, и если говорить о реформах образования или социальных программ для детей наших школ, мы начали свои программы поддержки, это и заработная плата увеличения дошкольных педагогов, это и питание детей с 1 по 4 класс, это многие объекты, которые закончили реновацию, это дошкольные учебные заведения, это большие программы Евросоюза по школам. В следующий год мы надеемся, что мы применим бюджет, и по бюджету будем реализовывать те программы, которые оговорены бюджетом. Это и программа стальной поддержки, я думаю, что все сохраним и будем развивать дальше. Это будем продолжать реновации многих учреждений, те, которые начаты, еще не закончены. Ну, я думаю, что год должен быть успешный, так как год юбилейный, и очень много фестивалей и мероприятий планируется в следующем году. На ваш взгляд, насколько продуктивно сегодня работает коалиция, насколько она стабильна? Ну, коалиция работает в рабочной атмосфере. Думаю, что в данный момент мы все острые вопросы оговариваем и решаем. Другой у нас коалиции нету, а нас выбрали для работы, для самоправления. Мы заинтересованы, чтобы город развивался, чтобы людям жилось интересно и удобнее, и продуктивно именно в городе Довгорь. Хочется пожелать, во-первых, счастья, здоровья, спокойствия, любви в семьях, потому что семья – это самое главное, наверное, быть на праздник Рождества и в Новом году в 7 месяцев, потому что это самая-самая главная радость для нас всех. Как и в жизни, уходящий уже год мы его оцениваем. Были свои позитивные моменты, были, конечно, и неудачи. С точки зрения работы в самоправлении, я считаю большим плюсом то, что депутаты наконец-то смогли полнять свои амбиции, перестали думать только о своих каких-то обещаниях своим избирателям, и начали сообща решать и учитывать мнение своих коллег. Я бы хотел отметить, что те проекты, которые уже удачно завершены, это то, что мы сумели сохранить и в некоторых аспектах уличить социальную помощь нашим жителям. За большой надеждой смотрю на развитие предпринимательской деятельности. Это, например, удачная аукциона на улице Менделеева, где выиграл этот аукцион предприятие, которое уже давно и успешно работает на долговой пилосы. И это создаст новые рабочие места, и это шанс многим семьям, особенно молодым, остаться в нашем городе. Я думаю, что Новый год, он не будет хуже прошедшего, который уходит. У коллег-депутатов много хороших идей, которые надо реализовывать. И главное нам достичь общую цель, чтобы в городе жить стало лучше, чтобы жители не думали уезжать. И это главные цели всех депутатов городского самоуправления. Дорогие друзья, в канун нового 2020 года примите самые искренние поздравления и пожелания. Новый год – это всегда вера в лучшее будущее. Пусть наступающий год обязательно реализует все ваши мечты и пожелания. Крепкого здоровья, благополучия, успешного завершения начатых дел и перспективных планов на будущее. Уходящий год для города Даугавпилса был достаточно интересным. Город получил развитие в отдельных направлениях. Но я хотела бы, чтобы все жители Даугавпилса чувствовали себя нужными в городе. Хочется, чтобы будущий год, в отличие от этого, в городе был бы стабильным, чтобы между политиками было бы меньше расприй, а чтобы горожане смогли бы пользоваться теми благами города, которые у нас существуют. И, конечно, чтобы мы, как депутаты, думали больше о всех категориях людей, и чтобы меньше людей уезжало из города, и чтобы больше наших близких и знакомых возвращалось в город. Коалиция работает в рамках того бюджета, который был утвержден на 2019 год. Конечно, у каждого есть свое видение, у каждого депутата есть свои приоритеты, но хотелось бы, чтобы во главе всегда стоял человек и нужды нашего горожанина. Уважаемые горожане, от всей души поздравляю вас с наступающим Рождеством и Новым годом. Пусть рождественские праздники будут светлыми, пусть у вас будет возможность возле праздничной елки побыть вместе со своими любимыми, со своими дорогими и близкими, и чтобы следующий год был бы для вас благополучный. Желаю крепкого здоровья, и чтобы на душе было радостно, хотя бы вот в эти праздничные дни, а весь год, чтобы приносил удачу, успех и осуществление тех задумок, которые у вас имеются. Этот год, безусловно, был достаточно сложный, потому что финансирование инвестиционных программ, оно было ограничено, пришлось своими силами заканчивать те проекты, которые были начаты заранее. Конечно, не может не радовать, что реновированные школы, детские сады, говоря о бюджете следующего года, будет не легче, потому что мы стараемся сбалансировать бюджет в том размере, который нам доступен. Что касается стабильности общей коалиции, это, безусловно, очень работоспособная и команда профессионалов, которая добивается тех поставленных задач, которые нужно выполнять в самоуправлении. Поэтому я с таким оптимизмом смотрю в будущее, будем работать и выполнять все то, что необходимо нашим горожанам. Ну и, конечно, в преддверии Нового года хотелось бы пожелать вам счастья, здоровья и благополучия. Если говорить про уходящий год, то задачи, которые стояли перед самоуправлением, особенно в реализации европейских проектов, выполнены. На следующий год смотрим осторожно, но с определенной уверенностью. Верю, что все институты и самоуправления будут работать, все предприятия будут работать. Постараемся так, чтобы неприятных сюрпризов ни у жителей города, ни у наших учреждений не было. То, что касается стабильности коалиции, на этот вопрос, как бы, ответ простой. Если большинство депутатов, а это как минимум 8, готовы работать вместе для решения задач, которые важны для города и горожан, то все будет в порядке. Сегодня все горожане живут в предчувствии праздника. Мы ждем гостей, ждем своих близких людей, желаем им счастья, удачи, благополучия и любви. Я присоединяюсь к этим поздравлениям и желаю, чтобы весь следующий год с вами рядом были ваши родные. Пусть следующий год выполнит все ваши мечты. Светлого Рождества и счастливого Нового года! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова